добрый день мы находимся в на севере санкт-петербурга в муринском парке которым угрожает застройка и сейчас здесь проходит акция поэтому губернаторе Матвиенко на этой территории было выделено небольшой участок под строительство только стадиона и временных крытых сооружений. Сначала появился стадион, потом появилась трибуна с рестораном, которые при этом на тот момент не имели ни разрешения на строительство, ни разрешения на вот на эксплуатацию и были эти объекты построены в 2009-2010 год. Затем началось в 2013 году строительство объектов которые находятся вдоль гражданского проспекта. Мы как жители здесь все наблюдали как в котлованы свозили весь строительный мусор, грубо говоря арматуру для того чтобы забетонировать, укрепить. Скорее всего предполагается что произошло нарушение дренажной системы, системы вот этого всего земельного участка. Застой воды который здесь происходит это тоже факт строительство этого объекта. Этот объект начало строительство было в 2008 году. Разрешение на строительство получено только в конце 2014 года. Это разрешение на строительство. А само строительство и ввод в эксплуатацию осуществлялся в 2015 году. То есть все эти объекты были построены по документам, самостроим и были построены если официально с точки зрения тех данных которые существуют в официальном сети госстроенадзоре за менее чем за год. Как вы понимаете это все самостроим. Мы когда в 2014 году когда арена нова не санкционирована в отсутствие вообще разрешения огородила вот этот участок она построила поставила здесь строительный забор значит и мы вы как бы начали эту прояснять всю ситуацию каким образом был выделен этот участок как он был выделен выведен из парковой зоны из зоны зеленых насаждений. Выяснилось мы целому удивлению все узнали что оказывается все эти объекты на тот период когда мы начали этим заниматься являются самостроем. Мы обращались в прокуратуру мы писали письма вплоть до президента страны во все правоохранительные органы во все прокуратуру и в итоге результатом если вы находитесь в сети вконтакте там была создана группа в защиту муринского парка там был размещен ответ прокурора города на самострой то есть вот на данные объекты где прокурор города сказал что одной задач прокуратуры является не только снос самостроя но и узаконивание вот таких объектов которые являются социально значимыми для города хотя я считаю что это чистый бизнес проект ничем не отличается от проектов когда строится торговые центры просто в одном случае сдаются торговые площади а в этом случае сдаются приспособлены для занятий спортом ну какие-то площади футбольные поля там теперь смотрите вот 500 метров отсюда находится тоже клуб спортивный открыт фитнес-хаус если кто посещает его то наверное отметить что парковка и подъездные пути там отсыпаны щебенкой грани им не дают разрешение на асфальтирование они давно бы сделали нормальные подъездные пути но им запрещают в силу того что это парковая ссылается на то что это парковая да чем же вот извините да хочется спросить а чем же этот комплекс где парковка находится в той же парковой зоне и при этом она имеет капитальное как капитальное сооружение да но как бы мы четырнадцатом году направляли запрос в кубе в кио объяснить ситуацию сделали так потому что понеделка глава района ходит в этот фитнес-центр поэтому здесь и разрешили дорогу сделать это всем известно мы на слушаниях то же самое они нам говорит ой да вы что неужели это действительно вот она незаконно а мы не знали это в первый раз а если вы зайдете на сайт арбитражного суда и посмотрите иски карьера но вы можете обнаружить есть я не помню они не буду брать в том плане я просто не помню конкретно дату там есть из кубе карьера нового по взысканию с них за самозахват и выплаты арендной платы что когда они построили этот комплекс он был построен не в тех даже границах которых был выделен земельный участок и они за какой-то нам за двенадцатый год взыскали за тринадцатый год взыскали с них за то что они самозахватом захватили еще кусок парка некие деньги здравствуй вот я сейчас послужил вас постоял конечно то что вы рассказываете это явное нарушение всех законов абсолютно поэтому мой я приехал сюда специально мой вам совет сейчас организоваться я не знаю писали в государственную думу или нет кому нет государственную не писали государственную мы первый поток мы писали с 13 по 14 год очень много поскольку я сижу извините пожалуйста там ну и так мне писали я могу поднять переписку значит давайте так вот я стою перед вами напишите мне обязательно предложите все документы поверьте мне что ваш голос не останется незамечен да хотелось бы чтобы услышали не надо мне очень просто электронная публика касайте дума государственная дума замечательный представитель комитета по культуре Бортко Владимир Владимирович я этим буду заниматься вплотную это просто здорово это же здорово как же если мы все соберемся поверьте мне вот я считаю что поскольку вот юристы есть и уже на сегодняшний день зафиксированы нарушения закона прямые значит я считаю что нужно оказать юридическую помощь для подачи исков в суд теперь это будет направлено для сноса и для запрещения дальнейшей застройки поверьте мне мы добьемся правды а сейчас простите поскольку я просто приехал вам сказать все это что вы направили мне никому нибудь а сейчас кто верит Христос воскрес ну а кто не верит просто за да всего хорошего пойдете будем да если поддержите тогда у меня два подождите 20 с половиной года назад уже огораживались за один раз значит друзья давайте мы станем в шмот давайте мы займемся за руки подождите яблокам все давно яблоки нет мы яблоки подождите подождите послушаем юристы яблокам все яблоки ничего не ясно я не в яблоки а давайте я вам расскажу как обстоят дела вы меня за идиота считаете я не считаю вас за идиота ну и вы не считаете меня за идиот да я не считаю жители не надо ну подождите давайте значит дорогие друзья разрешите два слова сказать значит история следующая я испытываю огромное не знаю чувство досады по поводу того что здесь собираются сделать это чувство основано на том что в 90-е в начале 2000-х годов несколько депутатов сначала Ленсовета а потом законодательного собрания каждый год вносили поправки для того чтобы были проложены дорожки построен вот этот парк от вторая очередь Муринского парка от Светлановского до Гражданского вот я был среди этих депутатов можно сказать остался последним кто это делал потому что в Ленсовете у меня была Нина Ивана Пальмова с которой мы этим занимались вы рекламой занимаетесь я занимаюсь рассказом вы рекламой какая реклама вы что мы не спешим мы продолжим вот это первое что я хочу сказать не надо не надо второе второе послушайте послушайте что я скажу дальше в течении последних лет что я нахожусь в законодательном собрании я трижды вносил поправки о том чтобы эта территория была вот та о которой идет речь вот здесь чтобы она возвращена была в состав зеленых насаждений общего пользования каждый раз голосами Единой России эти поправки проваливались мне очень понравились общественные слушания которые были в администрации Калининского района собственно мне не понравилось как вели себя чиновники администрации но вот те люди которые пришли туда те общественники Марианна где Марианна вот Марианна которая все это организовывала да значит вот это все было здорово где Назаров Сергей Анатольевич Сергей Анатольевич Назаров который в этом участвовал да значит вот эти люди которые действительно на этих слушаниях в течении двух часов аргументированно доказывали что эта территория должна остаться зелеными насаждениями я подал письменные возражения по вот этой территории как депутат законодательного собрания на днях состоится заседание комиссии районной комиссии по землепользованию застройки которая может дать а может не дать разрешение на отклонение от предельных параметров которые запросил наглый застройщик еще они и мало того что они сюда влезли так они еще хотят и отклониться от разрешенных параметров которые установлены правилами землепользования застройки о чем собственно и были слушаны значит эти это заседание пройдет на днях я к сожалению думаю зная настрой сотрудников администрации а их там большинство в этой комиссии нас депутатов меньшинство что они нам откажут но будет городская комиссия и я хочу вам сказать следующую вещь нам подфартило с вами с выборами в каком смысле вы же видите что власть начинает вибрировать что отменяется принимается одно второе третье решение в угоду общественным настроениям поэтому если мы будем активными именно в это время мы можем переломить эту ситуацию сейчас от нас что нужно спасибо что вы пришли сюда значит нужно продолжать сбор подписей сколько мы сейчас собрали четыре тысячи подписей в ближайшее время планируем около метро гражданской проспекции продолжать собирать по вечерам будние дни подписи если это количество будет ближе к двадцати тысячам то это яркое выражение нашего нашей позиции жителей плюс мы будем продолжать проводить какие-то встречи с жителей мы ведем группу за сохранением Муринского парка там защитники Муринского парка инициативная группа делает колоссальные усилия пишет петиции пишет предложения пишет запросы пишет обращения после прочей встретиться с губернатором зам вице губернатором и так далее смотрите пожалуйста в группе вконтакте за сохранение Муринского парка мы там каждую неделю даем какие-то комментарии просьбы обращения к жителям чтобы нас помогли нам поддержали вышли на встречу с соседями там написали запросы поддержали какие-то инициативы тоже больше чтобы когда нас больше пишут тогда и нас лучше слышат вот уже даже другие депутаты законодательного собрания так и говорят к нам обратилось 30 человек мы не могли не обратить внимание на проблему Муринского парка к сожалению сейчас такая ситуация в городе что кроме Муринского парка застраивают многие парки и нам надо попадать в пятерку да нас надо попасть попасть друзья мои последние так вот мы вчера буквально с Марианной Бакан и с Сергеем Назаровым мы обсуждали этот вопрос что надо продолжать собирать подписи значит как депутат я буду продолжать усилия значит мне нравится что сюда приехал Бортко как будущий кандидат в губернаторе я бы тоже хотел поучаствовать в этой избирательной кампании поэтому если поможете подписями там в июне это что называется все в кассу то что Красимир вранский здесь это замечательно мы все должны вместе добиться того чтобы вот это абсурдное решение отрезать последний кусок парка через который люди с северного проспекта ходят в парк чтобы это решение было отменено только с северного ну да со всех сторон нет по поводу вот тех нарушений которые уже есть по поводу которых как мне кажется уже можно подавать в суд да нельзя подавать потому что все уже узаконено понимаете что вы имеете в виду что даже до сегодняшний день уже есть ряд нарушений по поводу превышения по поводу превышения площади застройки по поводу того что разрешения на открытые арены не давались а они уже выстроены по поводу давайте мы это проанализируем я честно пока я в группе обязательно найду вот это полностью можно сейчас спросить такой вопрос скажите а возможно услышать мнение гражданина именно гражданина и глава от данной ситуации потому что вот сейчас в рамках той кампании которая идет по избранию губернатора санкт-петербурга он говорит очень часто с экрана о комфортной и благоприятной среде о том что будет высажено 12 тысяч деревьев что будет потрачено 5 миллионов рублей из бюджета на посадку цветов вот можно было бы услышать его как горожанина как гражданина почему говоря когда он настоящий когда он говорит нам про комфортную благоприятную среду и про защиту прав горожан или когда будут рубить вот эти 300 деревьев вот скажите в каком случае получить комментарию я Михаил Амосов я не беглов значит что он там думает я не знаю но я знаю только я знаю только одно что вот сейчас есть такой момент когда есть конкуренция ну может быть она зажатая может быть там меня не пустят ну всех не пустить невозможно на эти выборы ну не пустили же Дмитрий его в прошлые выборы да наверное но кто-то будет участвовать значит этот момент создает возможность какой-то дискуссии оказания давления на на Беглова вот в том числе по этой по этой ситуации а вот услышать может как-то вот покомментировать эту ситуацию или он я могу сказать только одно что я готов писать на эту тему письма выступать и так далее с экранов телевизоров они говорят мы будем создавать комфортную среду обитания мы с высшим граждан граждане вышли в пикет перед Смольном вот на этой неделе их по 20 тысячи штрафовали нам 4 митинга не дают нам лицемерно заявляют что у них все по закону а у нас это только не по закону понимаете даже вот сейчас когда мы собираемся они вот здесь полиция говорит хочет нам говорить что мы якобы здесь незаконно собрались нет ребята это мы здесь власть а они своими решениями понеделка биглов делает власть нелегитимной они позорят вообще все наши все наше государство поэтому гнать шею таких нам не нужны ни биглов ни понеделка один корректный вопрос на самом деле давайте 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 тогда объясните не вы лично вот зачем нам очередную церковь там строить собираются на улице это уже пятая наша вот там на хрена извините за выражение она нам нужна пятое на церковке вот здесь пятое тут что все в православие загонят кого я думаю что никто в православие не загоняет но зачем они делают там я человек нерелигиозный и я тем более я в этом не участвую но наверное кому-то это надо вы знаете это место я знаю это пятое точка я знаю друзья давайте вернемся к парке да давайте здесь собирают кто еще не подписывал не ставил подпись здесь собирают подписи прошу я задаю к тому что а почему бы там гостиницу не делали прошу поставить подписи за сохранение парка и помогать группе а когда и где еще можно будет я еще постяну людей значит проспект вы пропустите напомню мы находимся в Муринском парке где проходит акция в защиту этого парка от застройки его спортивным комплексом значит вот здесь на этот народный исход который мы видели пришли сразу три человека которые потенциально могут участвовать в губернаторской кампании в Санкт-Петербурге это депутат государственной думы народный артист Бортко депутат ЗАГСа от фракции Яблоко Михаила Мосов и градозащитник активист Красимир Вранский в Санкт-Петербурге по почте мне отправьте пожалуйста я посмотрю на карте нет извините я не могу понять друзья по какой причине сейчас давайте встанем соберемся и возьмемся за руки друзья извините уже порядок здесь у нас все нормально с порядком если у нас будут проблемы мы позвоним вам в 02 все нормально мы нанесли ответственность мы готовы разобраться господину Беглову господину понеделку организаторы этого мероприятия к ним обращайтесь понеделка это глава Калининского района это временное назначение с Кремля вот к ним обращайтесь они организаторы мероприятия и дальнейшие напомним активисты планируют встать взявшись за руки чтобы показать что их не устраивает частичная вырубка парка для его дальнейшей застройки вот смотрите вот эти все березки за их спинами и вот эти другие деревья все это будет вырублено для того чтобы построить еще одну очередь спортивного комплекса который вот здесь правее будет будет построена для этого планируется уничтожить часть муринского парка покажем парк за строем что только здесь мы хозяева нашей земли и что мы очень переживаем за нашу территорию возьмите второй круг если вам необходим то что можете для здания активатика четко показать какие именно деревья будут вырублены здесь вот это вот это вот 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 если эту территорию вот все понятно спасибо большое ну вот на акцию пришли наверное больше 100 человек вероятно так давайте просыпай ну просыпай на шаль на шаль в он у у у Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, может быть, я бы сказал, что до 150 человек пришло на акцию. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но это ни одного вообще не подтверждается. Эти брезы старше меняют. Ну вот, тем более. Более того, люди из архитектурного общества нас поддерживают, говорят, что это недопустимо. Они потратили кучу усилий. Мы ездили в Ленний проект, мы смотрели планы. Тут вообще полянки, тропинки, такие клумбы огромные. Тут зеленое пространство. Вот мы получили. Они говорят, это недопустимо в городе, в плотно насыщенном районах, в районах, в которых парк вообще не нашего только района. Это и Выборгского района. И люди приезжают разно. Мы продолжаем собирать. Нам надо сделать 20 тысяч подписей. А вот там подписывают. Там две планшетки. Одна за сохранение Муринского парка, другая за снос парковок. И вечером у нас на метро Гражданский парк. Значит, смотрите, в группе за сохранение Муринского парка будет анонс, когда будет около Гражданского проспекта. Просто сейчас получается, что уже майские. И смогут ли майские стоять волонтеры или я. И актуально ли это. Потому что, знаете, волонтеры это такие люди, которые их надо поддерживать, подпитывать, вдохновлять. И поэтому стоит ли, если там мало будет проходимость майские, стоит ли там стоять. Поэтому мы сейчас с майскими сориентируемся. Но обязательно после майских побуднях около Гражданского проспекта будут стоять в группе за сохранение Муринского парка. Будем анонсировать, когда, кто, куда. Даже наперед поставим график, чтобы было понятно. А сколько сейчас подписей уже собрано? Сейчас собрано 4 тысячи подписей. Надо 20. То есть планку подпись. Хотим 20, да. А вы должны по квартирам пройти? Потому что я подпишу. Слушайте, люди сами распечатывают. Сходят по своим соседям. Ходят по работе. Ходят, приносят. Вот мне сейчас вот прямо сдали. И сдают. Это не единственное. Вот сдают. Один человек сдал подписи. То есть можно, да, распечатать и хранить? Нужно, нужно. Скажи, то есть все получится. Потому что в квартире можно сразу собрать и пишеть подписи. Не только жителей. Распечатать. Бланки есть в группе за сохранение Муринского парка. Или меня можно найти. Тут вот люди вот прямо приносят и приносят. Не надо все полностью. Вот сколько есть. Не обязательно телефона. Желательно. Тут все по желанию. Мы просто указали телефоны, потому что некоторые так невнятно пишут. И что мало ли, ну вдруг хотят перепроверить. Да, вот, пожалуйста, телефон и узнали. Да, уточнили. Прошу прощения, да. Издание Активатика. Можно несколько вопросов? Да. Вот скажите, вот вы больше всех занимаетесь этой темой. Наверное, одна из самых заметных активистов. Представьтесь еще раз, пожалуйста. Марьяна Бакан, житель Калининского района, из инициативной группы за сохранение Муринского парка. К счастью, у нас человек 20 активно занимается еще. Скажите, все-таки все будет решаться в юридической плоскости. Как вы думаете, какая главная юридическая зацепка, которая может позволить сохранить парк? Есть ли что-то такое, где самое очевидное нарушение, которое возможно позволит сохранить парк? Ну, конечно же, тут все носит вообще сильный коррупционный характер. Вот я прям других слов не могу назвать. Потому что каждое решение, приближающее к застройке, оно носит вопреки желанию жителей, в нарушение всех возможных вообще законов смысла. А просто вот мы должны были ждать инвентаризации участка. Депутаты ЗАГС Собрания говорят, будет инвентаризация. А нет, взяли и дали согласие на застройку. До инвентаризации. До инвентаризации. И сказали, что вроде инвентаризации, теперь я лично... А теперь ее может как бы и не быть. Ну не, она будет в мае, но она уже как бы будет вторично, потому что инвентаризация, она соизмеряет, запротив, и что уже, если есть разрешение на строительство, то, собственно... А, она уже теряет свою смысл, да? Ну, уже там большие стороны перевешивают. И вот расскажите, пожалуйста, вот про то, что действительно, якобы, застройщик пообещал, что будут присаживать вот эти... Это невозможно. Какие-то... Нет, нет, я понимаю, да, но вот такое... На словах много чего красиво говорят. Они еще говорят, что прямо тут все благоустроит. Ну вот, пожалуйста, с нарушениями я построена, вот мы видим большие нарушения захвата еще территорий, и мы не видим ни одного благоустройства. Ну вот тут вот сколько, 8 елочек, да? И сколько лет уже первая очередь существует? Ну она вот, по-моему, с 11-го года, да? То есть уже достаточно много, и толком никаких деревьев все равно с их стороны не было высажено. Да, ни благоустройства, ничего. Более того, эту парковку разрешают только тем, кто, значит, останавливается или имеет карту новой арены. Там вообще швак-бом стоит. А там закрыт. Поэтому для жителей тут... Более того, тут когда какие-то праздники, жители испытывают колоссальную нагрузку шумовую, и они жалуются многократно и обращались. Они испытывают по насыщению автомобилей, тут приезжает колоссально. Это не территория для большого спорта. Большой спорт должен находиться в кластере, где свободно, где нет многоэтажек. Тут не для этого все. Тут какие праздники? Плюс они, на самом деле, тут даже не про спорт. Тут проблема строительства гостиницы, парковок, магазинов, ресторанов. Тут не про спорт. Понятно. А спорт, собственно, спортивные объекты, примерно какую долю от застроенной собственности будут, застроенной территории будут заниматься? Слушайте, они до сих пор не имеют плана. Они до сих пор нам показывают разные картинки. Они до сих пор пытаются расшириться максимально, а желательно прямо вот даже, по-моему, уже к Смольному прям достроиться будем. Понимаете? Вот такое желание прям, вот как бы подольше, поглубже, пошире, и вот прямо все. Вот у них аппетиты никак не устанавливаются. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Спасибо. Марин, когда нашелся так? Слушай, мы же идем. Ну, еще раз напомним, мы находимся на севере Санкт-Петербурга в Муринском парке. Вот часть берез, которые вы видите на заднем плане, и вот все эти деревья, которые более одиночные такие, на переднем плане, все это может быть вырублено. Для того, чтобы построить вторую очередь спортивного объекта, спортивного комплекса, который мы видим по правую руку. Ну, я могу сказать, что, честно говоря, вот эту часть парка, в которой мы находимся, парком, собственно, можно назвать с некоторой натяжкой, потому что на большей части, ну, по крайней мере, на очень значительной части территории здесь вообще нету деревьев. То есть, явно все это можно было бы благоустроить гораздо лучше, гораздо больше высадить зелени. Но вместо этого мы видим, что власти дают разрешение на застройку самого озелененного участка. В принципе, становится понятно, что вот эти объявленные планы о том, что уже в течение двух месяцев может начаться застройка, видимо, они преждевременные, видимо, все это будет сильно затянуто, и это позволит местным жителям продолжить свою борьбу за сохранение парка. Дело в том, что, вот как нам сейчас сказали активисты, до сих пор не существует плана застройки. Поэтому, как составление плана застройки, это дело не быстрое, поэтому будем надеяться, что у активистов есть несколько больше времени. И напомним, сегодня сюда пришли сразу три человека, которые заявили о своих возможных губернаторских амбициях. Это гражданский активист, городозащитник Красимир Вранский. Это депутат Государственной Думы от КПРФ, народный артист Бортко. И это депутат от Яблока в законодательном собрании, то есть в городском парламенте Санкт-Петербурга, Михаил Амосов. Вот все они заявили, что они все солидарны, представители этих разных абсолютно сил, с тем, что парк не должен быть застроен. И надеются, что вот та предвыборная кампания, которая уже начинается в городе, позволит жителям привлечь больше общественного внимания к их проблеме. А это была Активатика. Спасибо большое. До свидания.